Всем привет! Разнообразные ММО игры имеют длинную и захватывающую историю. Да и с каждым годом онлайн игры становятся все более популярными среди игроков, потесняя одиночные и кооперативные проекты. Особенно заметно это стало за прошедшие 10 лет. На этот раз в произвольном порядке мы собрали топ 10 лучших, на наш взгляд, многопользовательских онлайн игр десятилетия, про которые я и расскажу в этом видео. Планет Сайд 2 Разная уникальность оружия и техники, система аутфитов и возможность заниматься тем, чем хочется. Это отличный многопользовательский шутер, аналогов которому сегодня вы не найдете. Карта в игре поделена на сектора, размеры которых зачастую равны самой крупной карте в Battlefield и таких секторов десятки. В один такой сектор может влезть свыше 96 игроков с каждой стороны. Таким образом выходят эпические сражения с участием до 3000 игроков одновременно. И все это с техникой, авиацией и никаких границ. Противника всегда можно обойти. Единственная граница это граница континента, размеры которого огромны. Также в игре присутствуют элементы строительства. Игроки могут возводить базы, турели, щиты и другие оборонительные объекты. Всем любителям ММО и Battlefield'а крайне рекомендую. World of Tanks Условно бесплатный суровый мир танков не щадит никого. Будь вам 10 лет или 40 лет. В Белоруссии сумели создать поистине народную ММО в сеттинге Второй мировой войны, в которую играют миллионы геймеров вот уже 10 лет. А с 2012 года игра является киберспортивной дисциплиной. Представлено несколько сторон конфликта. Игроки сражаются 15 на 15 в нескольких режимах. Суть большинства из которых сводится к уничтожению всех танков противника и одна такая сессия длится в среднем 15 минут. В распоряжении игрока есть легкие, средние и тяжелые танки, выпущенные и проектировавшиеся с 30-х по 50-е года 20-го века. А также артиллерия и самоходные установки. Большое значение уделено исторической достоверности боевых машин. Это касается их внешнего вида, расположения внутренних и внешних агрегатов, а также экипажа. Свои танки можно прокачивать и модернизировать. Причем прокачивать необходимо не только танки, но и целые ветви техники, что даст доступ к новым видам танков, оборудованию и испытаниям. Большим минусом считаю наличие немалого количества хорошей техники, которая доступна только за реальные деньги. Да и вообще, разработчики всегда рады трухануть деньжат с игрока. Пабх. Первый представитель жанра королевских битв, каким мы его знаем. Онлайн-пвп-шутер с открытым миром на движке Unreal Engine 4. Изначально игра была лишь модом Karma 3, однако позже выросла в отдельный проект. Сотню игроков сбрасывает с самолета на отдаленный остров. Выживает сильнейший. Умереть здесь можно не только от рук врага, но и от постепенно сужающего электрического поля и периодических артобстрелов, уничтожающих зазевавшихся игроков. Из оружия в игре представлено все. От сковороды до гранатомета. Добывается оно на заброшенных базах, в домах, городах, а также сбрасывается с воздуха самолетом. Для быстрого перемещения есть несколько видов автомобилей, однако от машин много шума, и это довольно опасно. На волне популярности PUBG режимы королевской битвы появились и в других уже существующих играх. Впоследствии Fortnite Battle Royale даже превзошла первооткрывателя, став лидером жанра. World of Warcraft. Классик. В середине 2000 года появился World of Warcraft, мир с которым прежде всего ассоциируется представление об онлайн играх. Годы шли, одно дополнение сменяло другое, причем не всегда удачное. Когда в 2018 году Blizzard на несколько дней запустили демо-версию классики, сервера были забиты игроками, желающими опробовать предлагаемый контент. Фанаты даже умоляли продлить срок доступа. Хотя сама демка состояла всего из двух локаций и четырех уровней на прокачку. Уже тогда успех перезапуска был очевиден. Разработчики прислушались к мнению фанатов, которые разделились на два лагеря. Ветеранов, желающих максимальное приближение к той самой классике 2004 года. Со старой графикой и без всех этих новомодных механик, по типу битвы покемонов. И новичков, которые хотели современную графику и все остальные прелести игры. Компромиссом оказалась возможность выбора в настройках классического стиля графики. В остальном, аутентичность классики разбавили свежими наработками. И летом 2019 года всем игрокам представилась возможность отправиться покорять ту самую ванилу. На официальных серверах, а не на какой-нибудь пиратке. Стоит ли говорить, что сервера ломились от наплыва игроков? Очереди на вход в игровой мир, очереди на убийство босса и на сбор квестовых предметов. Предполагаемый успех перезапуска подтвердился. Далее маячат изменения, которые сделали WoW такой популярной. Burning Crusade и Leech King. Destiny 2. Разработчики хорошо поработали над сиквелом. Совершенно новая сюжетная линия, обновленная система прокачки и снаряжения, а также измененный подход к рассказу истории. Кроме того, добавили ряд новых активностей на глобальной карте. Усовершенствовали рейды и страйки. Существенно доработали ПВЕ-миссии и ПВП-режим. А основное отличие второй части от оригинала, это наличие ПК-версии игры. Перед вами один из лучших гибридов ПВЕ-ПВП-шутера, где так отлично ощущается оружие. Графика, сюжет, геймплей, куча разнообразного контента. Всё есть и всё сделано качественно. Единственное, что может отпугнуть, это слишком большой объём информации, который падает на голову новичка. А так игра затягивает на долгие часы. Единственный минус – дорогие дополнения, без которых играть будет не так интересно. Realm of the Mad God Перед вами одна из немногих в своём роде массовых рога-лайк ММО, в котором присутствуют элементы различных жанров от независимых разработчиков, распространяемая по фри-ту-плей модели. Вряд ли ещё недавно кто-то мог бы себе представить такое сочетание, но за срок своего существования игра сумела стать очень популярной. Обладая лёгким геймплеем, позаимствованных у олдскульных 16-битных аркад, и займев мощную онлайн-составляющую, разработчики получили уникальный проект. Это одна из тех игр, где вы убиваете мобов, лутаете их, аппаете уровень, но всё с одной единственной целью – чтобы потом убивать таких же мобов, но посильнее. Есть здесь и большой открытый мир, разнообразные боссы с особой тактикой, данжи, которые сделаны очень стильно, больше десятка уникальных классов персонажей с индивидуальным стилем игры, множество типов питомцев, сотни видов оружия, брони, зелий и тому подобное. В целом, перед вами популярная убивалка времени, не требующего крутого железа, но вместе с тем способная подарить немало часов занимательной игры. Троф. Лучшая из существующих на сегодня воксельная ММО, распространяемая по условно-бесплатной модели. Игра состоит из бесконечного количества миров различной сложности. Каждый такой мир – это отдельная локация, ландшафт, которая генерируется случайным образом по мере продвижения игроков. Попасть в такие миры можно через порталы, а чтобы попасть в мир посложнее, сначала придется прокачать и одеть своего персонажа до нужного уровня. Персонажи, кстати, делятся на классы, каждый из которых со своими уникальными способностями. Для повышения уровня придется немало пофармить в мирах, убивая боссов в данжах и находить лучшую экипировку для вашего класса. Собственно, фарм ради фарма – это и есть основная часть игры. Вы гриндите боссов в легких мирах, чтобы переодеться и пойти гриндить боссов в мирах посложнее. Но, как ни странно, фармить в игре интересно, тем более делая это в компании друзей. War Thunder – один из лучших аркадных военных симуляторов боевой техники, в котором можно управлять самолетами, вертолетами, танками и даже флотом. На выбор здесь предлагается несколько стран и каждая со своей уникальной техникой. Выбрав сторону, игрок отправится защищать ее честь в ММО-сражениях, которые делятся на несколько различных режимов. Есть быстрые аркадные бои на 5-10 минут и реалистичные баталии, воспроизводящие события Второй мировой войны. Игра может похвастаться красивой картинкой, хорошим разнообразием техники, красивыми визуальными эффектами и отличной реализацией воздушных боев. Да и фри-ту-плей модель в игре довольно справедливая. Squad – отличный тактический ММО-шутер с видом от первого лица, главная особенность которого – масштабные бои 50 на 50 игроков. Каждая сторона конфликта имеет свое вооружение, а каждый солдат имеет свою роль и индивидуальное снаряжение. Основная фишка игры – острая заточка под команду. Если бежать как Рэмбо и уложить половину вражеского отряда, медики подымут раненых и отряд пойдет дальше. Отряд действует как боевая единица, которую не так просто уничтожить. А слово «командир» в игре не пустой звук. Решение, принятое этим человеком, вам придется выполнять, иначе вы будете распяты собственным отрядом. В общем, это одна из лучших игр про командное взаимодействие и атмосферу современной войны. Конечно, не такая хардкорная, как Arma 3, но и аркадная ее не назовешь. Warframe. Это один из лучших научно-фантастических онлайн-шутеров на сегодня. В роли Тэна, воина древней и таинственной цивилизации, игроки будут сражаться против многочисленных вражеских фракций, используя в бою разнообразные высокотехнологические костюмы и различное футуристическое оружие. Приплюсуйте сюда паркур с подкатами, стрельбой в прыжке, подтяжками и прочими акробатическими трюками. А местом действия выступает ближний космос, отсеки космических кораблей и просторы планет солнечной системы. Геймплей состоит из выполнения миссий различных типов и прохождения рейдов в одиночку или в компании четырех игроков с целью нахождения древних артефактов. Важную роль играют костюмы-экзоскелеты, называемые варфреймами. Они здесь служат аналогами классов, в коих в игре большое разнообразие. Все это приправлено сложной системой улучшений, огромным арсеналом холодного и огнестрельного оружия, процедурно генерируемыми уровнями и правильным донатом, по которому все можно получить игровым путем, даже донат валюту. При всем этом игра постоянно развивается и улучшается. Да так, что не поиграв в игру год и зайдя, ее можно не узнать. А для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры подогнал Игорь Негода.